Идея спектакля родилась сама собой. Алена наблюдала за тем, как учится ее дочь Ксюша. Ее тревожило, что девочка и ее одноклассники совсем разучились читать и не проявляют интереса к книгам. Чтобы как-то расшевелить подростков и окунуть с головой в литературу, Алена Апина написала спектакль «Ночь перед экзаменом» или «Вечера в городочке близ Москвы». Мы понимаем, что у нас сейчас какое-то развитие у детей идет очень однобокое. Мы тренируем мышцы, мы сделали физкультуру главным предметом. Аж 3-4 раза в неделю у нас тренируются. И не дай бог, ГТО сдаем, все сдаем. А с мозгами-то как быть? Все гораздо сложнее. Поэтому хорошо, что у меня есть возможность залезть к ним в мозги, покопаться, достать, промыть и поставить на место. Всавтра известная певица взяла не кого-нибудь, а Пушкина, Чехова и Гоголя. Работать с таким материалом детям было непросто, но постепенно. Они погружались все глубже и начали взахлеб читать книги великих русских классиков. Мы хотим удивить вас и современных подростков, что все-таки читать литературу – это клево. И вот мы как-то так хотим сказать – давайте, дети, читайте литературу русскую. Надо отметить, что на сцене играют не профессионалы, а самые обычные дети. Все они учатся в 8-м Б-классе Одинцовской лингвистической гимназии. На полгода все как один отказались от дополнительных занятий и полностью посвятили себя репетициям. Самое сложное было работать над образами. Для некоторых предложенные роли оказались полной неожиданностью. Было очень тяжело. Не знаю, как преподаватели не взвыли от нас, потому что играть может не каждый. И то, что от нас ожидали, лично мне казалось это недосягаемым, потому что это роль, полная противоположность меня. И как-то я думала, нет, ты этого не сможешь сделать. Но не твое это, вряд ли. А потом как-то получилось, добили преподаватели. Хореограф, Алена. Все добили, все получилось. Размышления современных подростков о пользе чтения, вреде компьютеров, тяжелой жизни школьников вызвали отклик у зрителей. Мы увидели творчество и талант наших детей. Обыкновенно восьмого Б-класса. И когда они выступали вот так, с таким азартом и с таким профессионализмом, во главе нашей Алены Апиной, действительно это дорогого стоит. Все дети наши талантливы. И это, то, что мы сегодня видели, тому подтверждение. Потому что дети и декламируют, и поют, и танцуют, и держатся великолепно на сцене. Ну, просто молодцы. И в школах мы всегда говорим, должна быть проектная деятельность. Вот мы эту проектную деятельность сегодня увидели. Не просто тот материал, который ложится на бумагу, а действительно, как сказала Заоч, продукт. Продукт проектной деятельности, который интересен и детям, которые участвовали в этом продукте, и те, которые видели сегодня этот продукт. Поэтому так держать сегодня действительно проектная деятельность оценена на пять. Всеми зрителями, которые присутствовали в зале. Было принято решение, что этот спектакль будет показан и ученикам других школ. Ведь читать книги не только полезно, но и очень увлекательно. В этом ученики восьмого Б убедились на собственном опыте. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова